Создатели проекта «От пацанки до понянки», по-моему, сейчас сделали сценарно гениальную вещь. Они создали психологический треугольник Карпмана. Рассказываю. Это тогда, когда есть жертва, насильник и защитник. У нас есть жертва, НЛО. У нас есть насильник, Маша. И у нас есть защитники, зрители. Зрители, вовлеченные в процесс шоу, они пишут комментарии, они болеют за НЛО. Это очень интересно. Пятерочка просто. Но мы должны понимать, что в этом шоу там реальные люди. Реальная Маша, реальное НЛО, которую бьют. И это ее жизнь. Но никто не может ничего с этим сделать. Напишите, кстати, свое мнение в комментариях, как вы считаете. Да, они сами пошли на проект, но они пошли туда с другими целями. Не для того, чтобы ими манипулировали, а для того, чтобы кто-то для того, чтобы перевоплотиться, кто-то для реализации своих других амбиций. Все ради хай, все ради бабла. Правда ли это? Да. И коль у нас такая психологическая тема, разоблачу работу психолога на этом проекте. И не только на этом. Вообще в работе с психологом важны три аспекта. Первый важный момент в работе психолога. Это добровольность, участие клиента. Клиента нельзя заставить прийти на консультацию. Да, в некоторых странах есть юридические постановы, что вам надо пройти столько-то, столько-то часов терапии. Да, но она намного менее эффективна, чем когда человек пришел сам. Точно так же на этом проекте. Их заставляли смотреть на себя мертвыми. Просто придумали для красивого шоу, выставить девочек с этими мертвыми картинами. Кошмар. Из этого вытекает второй пункт, важный в работе с психологом. Это индивидуальный подход. Все девочки пришли на проект, предположим, все хотят меняться. Даже если у кого-то какие-то другие цели, стать лучше никому не мешает. Но есть у каждого свой уровень готовности. Нельзя заставить траву расти быстрее и выдергивать ее с корнем. Если Маша не хотела смотреть на свою картину, как она мертвая, и если у других девочек им тоже это было неприятно, нельзя их заставлять и за это критиковать. У каждого свой уровень. И психолог профессиональный должен это почувствовать. А не насильно заставлять терапевтироваться. Нельзя ходить и причинять людям добро, если тебя не просят. Даже если люди пришли к тебе на консультацию. Все должно быть постепенно. И самый важный момент, который постоянно нарушается на телевизионных проектах, и не нарушаться он не может. Это конфиденциальность. Психолог должен работать один на один, конфиденциально, и не должен разглашать эту информацию. Нельзя терапевтировать человека или как-то помогать, даже консультировать, когда на нее смотрит вся Украина. Это будет неэффективно. Девочки не могут раскрываться полностью, потому что они знают, они не в безопасном пространстве. Они что-то скажут, потом их будут обсуждать. Они живые люди. Это неэффективно. Психология на телевидении неэффективна. Это мое мнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...